Красивая фраза. Я провожу красную линию, чтобы остановить хаос в столице. Это, конечно, строительство. Хаос по застройкам. По застройкам. Я понимаю, что по застройкам. А вы проверяли красные линии, которые были образца 2007 года и сегодня? Да, я знаю, что по некоторым публичным дорогам они уже не публичные, они частные. Просто вышел кто-то, кинул шапку и сказал, вот здесь будет частная собственность. Есть проблема. Я бы не хотел спекулировать и на этом. Потому что это не только что мы строим на детской площадке. Нет, это самая очевидная, самая, если я могу выразиться, беспредельная проблема, которая есть. Вот есть детская площадка, есть коробки девятиэтажные, и там кто-то хочет построить свечку в 15 этажей. Это очевидно, что нельзя. И мы будем бороться, как я боролся и по Димо, и по Троян, и по Алба-Юли, с каждым адресом, чтобы там не было этих строек. Но есть проблема с многими частными уже участками, и которые разными способами. Или кто-то просто чихнул, когда провел красную линию и провел ее на три метра дальше по публичной дороге. Или это просто решилось через суд, что эта земля уже не муниципальная, а из этой земли формируются два кадастровых участка и передается в аренду этому экономическому агенту. И экономический агент уже перепродал его семь раз. И приходит седьмой человек и говорит, у меня все права, я седьмой покупатель. Понимаете? И вот по каждому объекту, по каждому адресу нужно сидеть, смотреть, где, как, откуда она частная, или почему строится на муниципальной земле. Или вот по Алба-Юли, как был котлован 11 лет там, я просто не понимаю, 11 лет, там котлован, ну я не знаю, в три метра, окружен этим забором, где, как говорили, и жильцы, там и змеи были. И просто дети выходят, или просто на балкон выйти, выпить кофе, и ты видишь вот этот котлован. 11 лет. Ну, нам, мы за две недели 400 КАМАЗов и закрыли. И поставили чернозем, поставили елочки, сделаем там парковочные места, сделаем детскую площадку.